Приветствую всех зрителей моего канала. Это 34 часть видео прохождения игры Jagged Alliance 2.1.13 с картами из мода Wildfire без загрузок в бою. В прошлом видео я наконец-то сумел записать прошлое видео. Как мы помним я 4 раза пытался это сделать. Вне видео я разобрался с инвентарем. Вот посмотрите, благодаря тому, что у меня появился фургон, я все вещи свез в один сектор. Вот посмотрите, сколько у меня уже патронов. Я их не продаю. В принципе, если их набрать полный ящик, то посмотрите, цены достаточно солидные. Вот 320 умножить на 4, если принести Тони. То есть нет смысла продавать сразу, пока у меня деньги не пекут, я их буду собирать. Также у меня уже есть оружие на продажу. Кардан его починил. То есть он себя уже купил, это точно. Особенно эта штука дорогая. 3000 была. Стоила, когда было 50% ее состояния. То есть она наполовину была поломана. Надеюсь, при 100% идеальном состоянии цена будет лучше. Так, вспомнил я, что меня просили периодически показывать что-то у моих героев. Ну, у главного все стандартно. СВД. И с улучшениями рут гермини. Четырехкратный прицел. И есть приклад. Кстати, мне вот интересно, если я вставлю сюда пружину, насколько уменьшится выстрел. Если уменьшится на какое-то там значение, вот видите, на вскидывание помог приклад. И если я еще смогу с помощью этой пружины хотя бы на 2 очка меньше, то вполне возможно смогу постоянно делать 2 прицельных выстрела. Это очень круто. У снайпера большая проблема, что у него по-настоящему сильный выстрел один вход. Так, вот с чем ходит у меня тоска. Благодаря вот этому механизму отсечки, ее черта псих не мешает ей стрелять совершенно. Тоже приклад для нее есть. Очень неплохо она из мной стреляет. Ну, все благодаря бешеной дальнобойности этого автомата, да еще и у него стоит удлинитель дула. То есть в сумме 65 дальности. Это очень круто. Вы видели в прошлом видео, как она уже неплохо стреляет. Барри. Ну, Барри стандартно. Вот ходит с этой 30.06. Четырехкратный 3.5 прицел. Ничего из себя не представляет. Кстати, кардан починил также и брони. Все на себе я их скину. Те, которые он починил. Я делаю ему опять... А, мы дойдем до него, вы увидите. Я делаю опять поломанные, чтобы он их тоже чинил. Так. Лиска. У нее все стандартно. А почему, кстати, у нее стандартно? А, я понял. У нее просто перегруз. Я мог бы дать ей автомат, но... Вот есть очень хороший еще один автомат. Можно его ей дать. Но она очень сильно перегружена, из-за того, что носит два пистолета. Инъектора. Ну, и так как она в Македонии, все же я хожу с... ПП-93. А, конечно, уже было бы желание ей тоже дать автомат, так как... Хотя она из дробевика неплохо стреляет. Да, действительно. У Бобби тоже хороший автомат. Правда, дальность у него не очень. Зато у него есть насадка на дуло, поэтому уже дальность стала более-менее. И он стреляет очень распространенными патронами 5.56. У меня, кстати, очень много. Больше всего, по-моему, патронов 5.56. Где они? Вот. Да, действительно. 802 патрона, представляете? И ящик еще не наполнен. Кстати, сколько он стоит, эти 800? О, 1000. Это 4000 денег уже есть. Так что, в принципе, на черный день у нас понемногу заначка собирается. Так, Айра. Айра ходит у меня с АКСМом, потому что у него есть прицел ПСО-1, который украл мой красавец у кого-то. Четырехкратный он, поэтому, как по мне, это очень неплохо. Так, стоп. Стоп. У меня есть бесхозная сошка, и чтобы она не лежала на земле, и мне ее каждый раз не пришлось забирать у моего героя, вора и у Препа. Я ее дал, по-моему, кардану одел. Но она совершенно там не нужна. Да. Лучше она будет у Лиски. Извиняюсь, у Лиски. У Айры. Кстати, туда же пойдет и пламя-гаситель. Айра уже тоже может неплохо стрелять. Я имею в виду, благодаря автомату, четырехкратным прицелам. Не всегда нужен дробовик, хотя во время боя, как вы видите, я чаще использую дробовик, даже не для того, чтобы ранить, а для того, чтобы враги залегли. От очереди они не так часто ложатся, как от выстрела к артечью. Дмитрий. У него тоже этот хороший автомат, плюс вот эта вот пружина. То есть автомат встает, требует минус 11 на очередь. Это очень, да, очень круто вообще. Непередаваемо круто. Хотел бы я таких пружин натыкать всем автоматчикам. К сожалению, насколько я помню, да, не вынимаются. И если в отличие... Ну, я, правда, нашел уже этот автомат у элиты со вставленной пружиной. И если в отличие от удлинителя дула, который все-таки можно снять, если долго стрелять, он ломается и отпадает, и можно вставить другое оружие, то здесь не получится. Хотя я, кстати, читал, что здесь есть какой-то баг. Баг заключается в том, что можно взять другое оружие, на него подействовать тем оружием, с которым все нормально, и перенесется вся его навеска. Наверное, его исправили, или я не очень точно помню, как это делать. Надо будет еще поискать этот баг. Вот Дмитрий у нас в таком обвесе снаряжений. Дальше сдоба. Ну, сдоба мы ее отправим домой. Скоро она начнет ругаться с Лизкой. Я их уже свел в один сектор. Так, и Гамаса мы взяли. Тоже, кстати, неплохо стреляет, поэтому дал ему тоже автомат. О, подождите, как это он с автоматом без прицела? Вот это непорядок. Так. Тем более у меня этих прицелов море, они ожидают, когда же начнутся появляться, когда начнут появляться пистолеты-пулеметы и автоматические пистолеты, которые могут использовать прицелы. Так. И кому-то я пламя гостителей поодевал на пистолеты. Просто, что опять же, чтобы они не занимали место. Лучший пламя гоститель дам Гамасу на его основное оружие. Но вот этот автомат. Все. Вот я вам показал всех своих наемников. Ну, преп и кардан они не имеют значения. Просто им попередевал одежду и оружие дал поломанное, чтобы кардан починил на себе и на препе. Так. Вот такая вот преамбула. И, наверное, я сделаю все же маленькую мелочь. А именно с Доба пойдет гулять в другой сектор. Дальше. Я не расставляю пока своих героев. Я надеюсь, Айра покажет мне врагов. И тогда будем уже думать, что делать. Может, я их буду атаковать. Давайте я полечусь. Правда, здесь нечего лечить. Так. Ты у меня осведомитель. Слухи. Бави. Тоже раненый пациент в таком случае. Лиска тоже раненая. А, ты можешь лечить и себя, и их. Только тебе нужно дать сумку с медицинскими принадлежностями. Поэтому будешь медиком. Нет никаких операций. Здесь никто по-настоящему не ранен. Боб может заниматься ремонтом предметов. Айра. Медик. Нет, операции не надо. Эти работают. Преп учит. Дмитрий. Ремонт предметов. С Доба уходит. Гамос. Ремонт предметов. Кстати, очень хорошо, что у меня огромное количество наемников, которые могут чинить. Надеюсь, все вещи мы перечиним. Так, следим. Мы помним, что при сохранении иногда вылетает запись. Все, все сделал. И давайте понемногу мотать время. Добралась Доба. Обучение. Практика. Меткость. Ничего другого и качать нет смысла. Так как я вообще не хочу, чтобы она качалась. Но зря время тратить не хочется. В будущем, может, я все же ее возьму. Как снайпер, она хороша. Поэтому все равно качать смысл есть на будущее. А так, смысла нет, потому что сильно прокачав, придется много платить, а денег у нас мало пока. Так, там у нас негр, а извиняюсь, сейчас модно говорить чернокожий, бежит к шуту. Но никак мы не дождемся, чтобы то не появился. Так, почта. А что же вы так умираете? Уже второй, по-моему. Если так будет продолжаться, все они перемрут на других миссиях, а мне не останется кого нанимать. Ну, я шучу, конечно, только вряд ли произойдет. И, по-моему, там же новые тоже появляются какие-то новые наемники. Не хотят спать, ну, что поделаешь, не хотите, не спите. так вот, Рафи подбирается уже к шутнику, заберет у него обвеску и вернется за вещами. Единственное, я уже тут подумал, придут эти двое суток, которые дал мне босс, и что случится, не будет ли так, что я, заходя в сектор городской, стратегической карты, не тактической, и сразу же будет аперклистка мигать красным, требуя мне зайти в бой. Тогда я не знаю, каким образом можно торговать с Тони, не ввязываясь в бой. Тогда вполне возможно придется вернуться и зачистить Санмону. Но я надеюсь, что все же вышибалы работают немного по другому алгоритму, и сектор не будет ко мне враждеблен по умолчанию, то есть пока они меня не увидели. Все это мы выясним. Так, кто там учится? Вылечился? Прекрасно. На работу. Стоп. Ремонт предмета. Я все жду, когда же они уже будут отказываться чинить, так как все будет уже в идеальном состоянии. Что-то это не происходит. Но верю, что такое все-таки случится. Так, пришел Рафи. Давайте. Обменяется он шутником вещами, то есть шутники их просто выкинет. А, ну те, которые ты можешь держать в руках, они можешь ты держать в руках, как только я у тебя заберу вот эту вот вещь. В принципе, я вернулся, получается, только ради рюкзака. А, кстати, он может держать какую-то вещь даже без. да, неплохой автомат, но стреляет патронами 556. Кстати, мне кажется, он даже, да, даже лучше тех, что остались. У них только дальность больше, а у него очень хороший обвес. Ну, ладно. Не суть важно. Думаю, что все будет хорошо и так. Так, Рафи, одевайся. Теперь ты у нас стягловой мул. А зря я забираю разгрузочную систему. У меня этих разгрузочных систем здесь, посмотрите. Так что можно вернуть разгрузочную систему в шутнику. Так, пока Рафи пусть все заберет. Ой, а зачем забирать? Вот это я бы сглупил. Все, давайте Рафи заберу отсюда, чтобы я больше не путался. Он должен быть пуст? Да. Он идет еще вещи нести. Нет. Мы уже выяснили, что идти, так сказать, по верхней дороге более безопасно, чем по нижней. Особенно это касается перекрестков. Вы помните, вот эти перекрестки ловят постоянно. Так, а шутник может надеть назад разгрузку. Их, оказывается, здесь много. Кстати, одну даже продадим. 15 долларов, а все равно, как говорится в пословице, копейка к копейке, так и рубль наберется. Ну, или по-другому, копейка руб бережет. Так, ну, в принципе, ничего не изменилось. Пистолет он может взять. Ладно. Шутник, а что ты практикуешь? Тебе нужно практиковать только меткость. То есть, может, кто его знает, может, он вот так вот сидя в ожидании то не прокачается, под конец игры даже буду им пользоваться. так. Все, здесь мы все сделали. Опять я сохраняюсь, я сижу, переживаю, чтобы не вылетела игра. Вот когда не знал, что такое возможно, мне это было, мне было более спокойно. Так, ну, вроде все хорошо с фпсом. Ты возвращайся, вы все лечитесь. Так, пробуем. Еще один пациент вылечился, значит, еще один будет ремонтировать. Главное, поглядывать, что там со сном. Если кто-то сильно так, тоски, контракт заканчивается постоянно. Он такой дорогой, так не хочется продолжать. Так, увидел какой-то отряд. А, это эти, которые на перекрестке. Это не страшные. Не страшно, мотаем дальше. Так, все. У меня все здоровы. У меня все здоровы. Лиска и Айра. Так, обучение. лидерство. Практика. Лидерство. Лидерство. Лиска. Обучение. Практика. Чему тебя учить. Да, в будущем ты тоже должна стать. Ладно. Пусть будет лидерство. И врагов не видно до сих пор. лидерство. 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 Видите, как я часто сохраняюсь. Просто, если я сохранюсь достаточно вовремя, то потом можно как-то это видео склеить. То есть, а если будет разница большая, минут 15 придется переигрывать, что вовсе не интересно. Так, Рафи. Кстати, использовал я эту Jetboost программу. Ничего нас из себя не представляет. Я ее вручную могу службу отключить. Знаю, какие они нужны. но с другой стороны я ее поставил все же вручную не так удобно, как нажав одну кнопку. То есть, я и вручную подключал все с автозагрузки, выключил все, что не нужно, программу удалил. Вдобавок, еще и Jetboost запустил. Ну, а также еще нашел программу можно немного подразогнать проц. Но пока мне это не нужно. А когда доберемся той битвы, где будет там 90 человек, можно попробовать. Может что-то и получится. Хотя я не верю в это. Все-таки разгон, тем более на ноутбуке, в самом лучшем случае 30%, а обычно до 10-15. Так, да, жду пока все выспятся. Я вспомнил. Вот видите, на переклетке враги стоят. То есть, надо идти по верхней дороге. Стоп. Стоп, посмотрите. Вот он, блокпост, а это уже отряд движется к нам. В таком случае мы не выдвигаемся. Мы ждем, пока он подойдет. Вот если он сюда подойдет, будет очень удобно. Кстати, пойдет сюда, будет хуже. Придется его опять в секторе встречать. А если вот пойдет именно на блокпост, или захочется атаковать снизу, это было бы круто. Мне очень удобно на мосту их всех уничтожать. Этих вражеских. Прикольно разговаривает Гамас. Прямо как Ациола, Ворс и Минолов там негры говорили. Масса, белый хозяин. Так. Ух, все чинят. Просто, просто в лед. Смотрите, там идут внизу надписи. Так, опять же, смотрим, что там со сном. Со сном прекрасно. Все только что выспались, поэтому мы продолжаем мотать время. Смотрим, куда же этот отряд придет. Я закончил, большой человек. Кстати, это не факт, что он что-то чинит. Так же сама вела себя Лиска. То есть, механики может не хватать. Кстати, может Севен подскажет, сколько механики минимальной для НПС, чтобы он мог делать. Понятно, что я когда создаю героя, ему надо 35 минимум. И то это можно в винифайле изменить. А может здесь с механикой 19 он просто не может ничего починить? Даже не знаю, как может вещь, если легко чинится, он еще может с механикой 19 питаться. Если вещь тяжело чинится, он уже этого не делает. Ну, поэтому давайте я его лучше на практику отправлю. Так, а что тебе практиковать? Ну, можно ту же механику, кстати. Мне кажется, это лучше. То есть, догнать механику до какого-то уровня, когда он сможет чинить, а потом механика очень нужна, потому что она качает параллельно ловкость. Поэтому давайте механику. Меткость нет смысла, 78, это очень неплохо. Так, продолжаю я подстраховаться. Точнее, подстраховываться. Так, и ждем, где же вражеский отряд. Вот он. Стоп, стоп. Лишний раз нажал. Так, что-то мне подсказывает, что он пойдет вот сюда. Но у меня нет выхода, я не хочу выходить с ними сражаться. Просто, даже не из-за того, что там тяжелее, хотя это тоже сражаться. Просто, какой смысл? В зданиях этих у меня есть шанс с помощью лиски их всех встретить, так сказать, в горячие объятия и кого-нибудь подстрелить пистолетом, инъектором и обобрать. В чистом поле это сделать тяжелее. Это первое. А второе, я могу пытаться вот атаковать, если в этом секторе, то есть, идти влево и 30 минут, а они продолжают идти вверх и получится, что мы разменемся. Тоже это опасный момент, потому что пока буду возвращаться и крутиться, он может в другой сектор войти. Так, ну и в таком случае опять же я всех отправляю в сон, чтобы перед битвой все были у меня как огурчики. Конечно, если кто-то захочет спать. Так, отряд как-то застыл. Так, стой, стой, тоска та нужно обновлять, чтобы я был спокоен. О, да, 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 как я и говорил, так как отряд больше девяти человек, он на самом деле идет атаковать какой-то сектор, а вовсе не, как бы это правильно сказать, занимать блокпост. В таком случае мне придется заняться занятием оборонной позиции, чтобы их встретить. Я не знаю, в какой сектор они идут. Так что придется занять позицию в своем секторе, а если они пройдут мимо, потом подвинуться, занять позицию в следующем секторе. Так, брать ли автомобили, в принципе не вижу смысла. В принципе не вижу смысла. Тем более я еще... Да, я же еще с сектора не ухожу, я еще в этом занимаю оборону. Кстати, автомобили очень неплохо стоят. Кто такой Алав? Это, наверное, Гамас так переведен. У него только маскировка благодаря перку постоянно, и ее можно ополченцам рассмотреть. А, подождите, подождите, тут есть один маленький нюанс. Сколько у меня уже ополченцев? Да, у меня уже не получится, как бы это правильно сказать, выгнать ополченца в другой сектор и захватить кого-то во время боя. Так что меня это все не интересует. У меня больше 40 ополченцев, вы меня поняли. То есть я не смогу в двух секторах уместить всех своих ополченцев. То есть туда 3, туда 4, 7, а у меня уже 15. В таком случае нужно делать наоборот, чтобы бой был побыстрее, не тратить зря время. Вот, наоборот, всех крутых ополченцев в тот сектор, где нас будут атаковать. Хотя, кстати, не уверен, что я правильно делаю. Может лучше зеленый будет мясом. А нет, все-таки сделаю так. А, тем более, все равно мне зеленых придется в этот сектор прислать. Присылать вот так 20. 20, вы поняли, чтобы отсюда был сильный артобстрел, хотя не хочу я им пользоваться в городе, не хочу здание уничтожать и мирных жителей задевать. И 20 мощных, которые их встретят в битве. И, кстати, в этом случае мне, если они нападут на этот сектор, нет смысла отказываться от помощи ополчения, которое сразу же хочет прийти. Наверное, так и сделаю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Зато у меня уже толпа. А, кстати, не показал самое главное. Я немного прокачал своих, ну, кто бесплатный, кто не очень бесплатный, наемников, которых я нашел. Вот Гамасу прокачал, посмотрите, проворная словка «сила». Буквально 40 минут. Расскажу, как это делается. Я уже в одном видео упоминал. Здесь исправили баг, благодаря которому можно было атаковать свое ополчение. Оно вставало к вам агрессивным, и вы могли его обокрасть. Этим образом вы могли у них вытягивать любые виды оружия. В оригинальной игре так было. Так как оно там случайным образом генерится. Поэтому нет проблем. 10-20 попыток. Можно было даже получить П90, который так в игре достать очень тяжело. Ну, естественно, патроны к нему тоже, потому что оружие заряжено. А так как теперь забрали этот баг, появился другой баг. То есть здесь ополченцы, если вы их бьете, не стают вам агрессивными. Но их нельзя обобрать. У них как будто ничего нет. Даже не светится рука красная. То есть как будто они пустые. Но тогда получается другой вариант. Раз они на вас не агрятся, они стали как коровы в оригинальной игре. Вы можете спокойно их избивать. И не очень быстро, медленно, но зато вы спокойно можете прокачивать проворность, ловкость и силу. Одновременно избивая его. Вот я 40 минут гамосом поизбивал своих ополченцев. Главное не до смерти. Просто вы избили их всех. Все 20 человек. Переслали из сектора в сектор. Или просто нажали клавишу авто. И они сразу вылечились. Опять избили. И так повторять пока вас не прокачается. И даже Дмитрию немного прокачал. Но Дмитрию тяжелее, потому что у него ловкость очень маленькая. Это очень долго. Мне не хочется. В принципе он механик, поэтому он, чиня вещи, тоже ловкость будет качать. Вот такой вот способ прокачать героев. Посмотрите в конце игры, если у меня хватит терпения играть так долго. Они станут зверями, конечно. Все эти несчастные изначально наемники. Коренные жители. А, еще один момент. Какой-то хотел рассказать насчет прокачки. А, и еще один момент. На ополчении очень удобно качать медицин. Если просто перевязывать празднице, что-то я не заметил. Но есть другой вариант. Гаммас избивает. Вы даете, к примеру, Айре настоящую докторскую аптечку большую. И она перевязывает, сделая операцию. За одну аптечку в среднем получается плюс 2 медицины. Сейчас я не могу этим сильно увлекаться. У меня мало аптечек. Ну как мало, штук 6 я оставил, а штуки 3 истратил. То есть вот я прокачал Айру таким образом. Посмотрите, у нее медицина уже плюс 12. А в будущем можно заказать этих аптечек 20. Избить ополчение. Прокачайте буквально за 2 избиения ополчения. Все аптечки переведете в медицину. И у меня станет медиком крутым и главный герой, и Айра. Вот я вам рассказал эти мелочи, которые все время забываю упомянуть. Вот чем я занимался вне видео. Так, что я? Ага, это я вышел показать. Прокачку. А сейчас занимаем место. Так, и вот не знаю, что предпринять. Дело в том, что если я сейчас их всех на крыше заставлю заниматься опять же этими всеми операциями, которые они занимались. Есть одна маленькая проблема. Они будут с перегрузом. Мне придется ходы. Ну ладно, сделаю так. В принципе, я не думаю, что за один ход уже кто-то подбежит. Достаточно опасный, поэтому. И ополчение есть, будет отвлекать. Да, не будем тратить ни минуты свободного времени. Вы меня поняли. Я буду заниматься ремонтом просто во время боя. Я буду в перегрузе. У меня в руках инструменты, у меня спальные мешки. Ну это будет шквал огня, конечно, посмотрите. Так, и обязательно проверить походовый режим. Да. Так, и кстати, меня может опять ожидать зависание. То есть вы видели, когда начинается бой и много людей, то игра иногда выбивается. При входе, при сохранении или при бой. Так, теперь нужно опять же всех заставить работать. А, не хочется мне этим заниматься. Хотел сэкономить эти минуты. Лучше я всех положу спать. Тем более, если меня будут атаковать, это будет буквально несколько минут. Если же нет, нам придется все равно перемещаться дальше. Так, да, пошли они дальше. В каком случае мы стремимся, устремляемся, точнее, за ними. Да, надо забрать сразу же сдобу. А почему не могу забрать? А, я еще не приехал к ней. Она ждет уже в том секторе. Я понял. Нужно не забыть сразу проверить спиртное. Из которого мы сделаем коктейли молотова. Так, что за почта? Понятно. Жалко, что в письме не пишется какой-то варприбул. Нужно открывать ящики. Так, всех выбрал. Перебираемся в следующий сектор. Я добралась. Что дальше? Все добрались. Что надо делать? С добы идешь на службу. Так, фургон. И всех в один отряд. Хорошо. Благо, ополчение не нужно переформировать. Ну, в принципе, нужно, потому что сильные остались. Ладно. Не буду этим заниматься. Очень много времени мы тратим. А я хотел бы еще битву провести сегодня. Так. Бежим опять. Меняем дислокацию. С добой подойду. Поговорю с Хервом. Узнаю, не продает ли он водку. Самогон. Текилу. Бурбон. Все, что горит. Будет обидно, конечно, если отряд опять же идет в аэропорт. Придется мне опять переезжать и попытаться выловить. О, вот это повезло. Девять бутылок спиртного. Давай сюда все эти бутылки. Так. И больше нет. Не страшно. Ну, дороговато, конечно, я вам скажу. Ну, что делать? Так. О, я как специально очень много. Все равно не... А, можешь. Посмотрите, как идеально получилось. Еще надо будет... Так. Ну, надо сделать кактейли молотова. Вооружить ими Барри. Тряпочки я загадя заготавливаю уже. Так. Все же лиску я спрячу. Чем черт не шутит? Вдруг мне... Вот, кстати, посмотрите. Вороны. Подойди. Стреляй. В одну даже попали. Так. Лиска идет занимать позицию. В принципе, даже и ополченцы могут просто не успеть его убить. То есть, я выбегу и успею его ограбить. А вырвать, по крайней мере, оружие. То есть, это тоже имеет смысл так сделать. Так, мне кажется, можем даже мы рискнуть. А, подождите. Прежде чем размещаться, чтобы я не забыл, придется сделать коктейли молотова. Так, выкидывай бутылки. Все, все бутылки выкинула. Барри, кстати, она не выспалась. Обязательно нужно ее положить спать. Давай. Оп. Ну, наконец-то. А то я себя как-то чувствовал даже безоружным, что ли. Ну, кто-то ополчение сильно помогает, поэтому вряд ли буду их использовать. Но, если бы было какой-то такой тяжелый бой, а коктейли молота нет, это как-то очень даже неприятно. Четыре бутылки должно хватить, я думаю. Так, у кого еще тряпочка есть, у Лиски. Так. И еще пять бутылок водки. Вообще красота. Только я не хочу их сейчас делать, поэтому сделаем вот так. Барри. Кстати, я здесь подумал, можно, конечно, тут и доиграться. То есть, выбежит враг и сразу же снайпер выстрелит с дальней позиции. А все мои будут как на ладони. Наемники, но все равно я сделаю разделение на два здания. Тут еще вдобавок и крыша неудобная очень. То есть, короткая крыша прятаться будет тяжело. Так, и Лиска. Лиска на месте. Кстати, Лиска, избавься сразу от сумки. 110 перегруз. Да. Поспишь без спального мешка. Видите, я разделил двух снайперов, каждый на своей крыше. Подождите. А ты почему не вылазишь? Просто стормозило. Ясно? Так. Снайпера я в своего положу вот так, чтобы он мог видеть. Одновременно и левый верхний угол, и середину. Так. Очень не хочется Барри ложить между ними, потому что вы помните, выбора нет. Они могут не суметь лечь, друг другу будут мешать. Вот уже Дмитрия поставлю немножко дальше. Дмитрия поставлена на месте, чтобы она могла стрелять и вот сюда, и между зданиями. Так, и Боб. Прекрасно. Вы видите, сколько времени тратится на все эти подготовительные операции. Так. Тут второй момент. Стоит ли ради этих 30 минут всех моих заставлять работать? Если не стоит, почему тогда я не выкинул ящики сразу. Да. Логично. Поэтому раз я уже этим занялся. Будет обидно, если они пойдут в следующий сектор. Так. Сдоба ничего не ремонтирует. Она только тренирует меткость. Гамма сможет ремонтировать предметы. Так. Все сделал. Теперь проверяем, не выключился ли пошаговый режим. Нет. Опять сохраняемся. И... А, подождите. Всем спать. Работают только те, кому спать не нужно. Смотрим. Ну, нападайте. Не хочу я... Не хочу я переходить в еще один сектор. Так. Стоп, 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 стоп. Рафи. Рафи. Ты тогда играешься. Поэтому возвращайся назад. Натренировал. Преп. Подождите. Включу паузу. И опять попрошу всех спать, кто хочет спать. Так. Что-то мне кажется, они опять пойдут дальше. Паузу. Так. Спи тогда. А что тебе тренировать? Ну, естественно, меткость. Так. Отключу. Вот так. Вот так. Куда есть отряд нападает. Да. Давайте все ополчение сразу. Чтобы быстренько его разобрать. Этот отряд. Всего лишь 9 человек. Но, как вы поняли, я уже не могу. Так. Походовый режим. Да. Все. Все. Готовы встречать врага. Я уже... А, подождите. Здесь очень близко ополчение. А, ну, в принципе, здесь день. Поэтому я снайпером смогу все сделать. Издалека тоже. Я имею ввиду, сейчас ополчение примет удар на себя. И я далековато достаточно от него расположен. Так, все, выкидываем. Я не понял, ворюга. Ты что, с пола подбираешь даже оружие мощное? Посмотрите, я ему не ложил это оружие в инвентарь. Странно. Так, тоска. У тебя и нет, в принципе, перегруза. Но выкину на всякий случай. Хотя здесь и битвы, так как таковой, не будет. Так, эти часики мне не нравятся. Я их еще с оригинальной игры боюсь и ненавижу. Но пока, кроме бокса с Unmoney, у меня в 1.13 ни разу часы не зависли. Так, может кто-то видел из врагов. Так, 99 сойдет. Вот видите, не может он лечь, если смотрит в эту сторону. Поэтому смотри сюда и ложись. Кстати, тоска тоже как-то легла. Нехорошо. Так, Лизка, ждешь? Жди. Боб. Да, ты вечно перегрузи, поэтому все нужно выкинуть. Что у тебя есть, хотя это тебе и не поможет. Ложись. Аэра перегружена. Да, 110. Мешайте ее докторская сумка. Действительно, сколько я операций здесь делаю, а битва здесь никакая. И в принципе, автобой бы все решил. Но, как я и говорил, автобой здесь нечестен. Его намного легче вести, чем сражаться по-настоящему. Хотя, 9 человек это совершенно не показатель. Кстати, как вы проголосуете? На таких неважных битвах может включать автобой или все же нет? Тем более, я уже не занимаюсь ограблением элиты, так как ополчение мне просто, скорее всего, не даст это сделать. Я Лизку положил, кто ее знает. Но, думаю, что не получится. Так, передаем ход. Смотрим, где враги. А, кстати, я их не вижу. Неужели они появились не в верхнем левом углу, а в этот раз что-то изменилось? Кстати, можно хитрость одну сделать. Чтобы мои ополченцы не умирали зря, я могу сделать вот так. Так, так, правда не будет тупить страшно после этого. А, нет, не буду я им никаких приказов давать. В принципе, они все равно двигаются в мою сторону. Не знаю, кстати, почему. Так, а где враги? Почему, до сих пор никого не вижу. Неужели они изменили точку... Нет, все нормально. Просто подзадержались дороги. Так, давайте сразу их отстреливать. Кстати, очень жалко мне патронов. Не буду я в этой битве использовать драгунов. Разве что будет очень опасно. Да. Ну, сразу видно, что это не драгунов. Не страшно, у нас еще есть красавица Тоска, которая ненавидит мужчин. Посмотрите, как у нее сводится прицел, благодаря огромной дальнобойности ее автомата. Кстати, я не знаю, почему здесь сделали такую дальнобойность для автоматов и штурмовых винтовок. Наверное, там какой-нибудь Баррит, снайперская винтовка будет дальнобойность иметь еще больше, но, как по мне, 60-50 это уже слишком. Это еще раз ослабляет, если можно так сказать, снайпера. Так, а почему ты... Или ты не его видишь? Его видишь? А, наверное... Ну, даже не знаю, почему он не может стрелять. В таком случае займи позицию другую. Так, ополченцы. Давайте, работайте, хотя вы будете просто забирать время бегать. Кстати, посмотрите, FPS ниже 30 не падает. А почему, кстати? Получается, для врагов расчет АИ намного больше жрет ресурсов, чем для ополчения? Сказать, что здесь меньше воинов? Нет. Сейчас подойдет ополчение, которое мне на помощь из ближайшего сектора придет, поэтому... Так, ну, мне не нравится, конечно, что те два выбежали так вперед. Их сейчас расстреляют, а я даже не увижу, кто их расстреливает. Есть даже желание у меня уже отдать им команду все-таки все ко мне. Так. Да, зря они так побежали. В упор. Там им быстро накостыляют. А что ж такое? Я понимаю, что с этой снайперской винтовкой все не так просто, но... Вот, наконец-то попал. Так, Боб, давай дадим какой-нибудь приказ. К примеру, всем залечь. Вот так, чтобы они меньше выбегали вперед и не могли получить выстрел в голову. Еще один враг. А, как он... Смотрите. Хочет побежать в упор и ножом, наверное, порезать моего ополченца. Ой, Барри, молодец. Я забыл, что у тебя, оказывается, дробовик в руках. И ты попал. Ну вот и все. Уже враг не столь активен. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, забыл я смотреть. Наверное, да, наверное... И такое может быть так. Нужно глянуть, кто там меня обижает. Очень странно. А почему я никого не вижу? Ага, я понял. Это элита. И она вот с такого расстояния сумела меня достать. Сдобу мне. Ну, это мне наказание за то, что я расслабился. Так, а ты лечь должна. Я еще и не вижу, сколько там. Ладно, стреляй, как получится. Напугала. Да, это я, конечно, с дубу подставил. Посмотрите, как попал меня этот элитный воин. С какого расстояния. О, молодец. Попал случайно, а все равно приятно. А сейчас Тоска не сможет... Извиняюсь, Тоска с Доба не сможет сделать нормального выстрела. После ранения у него с ходами тяжело. А ее снайперская метовка еще и ходов очень много берет на выстрел. Так, не нужно нам уже это зрение, да? Ммм, а мы уже не видим того элитника. Перепрятался он. Да, я вас внимательно слушаю. Так, в каком случае давайте... Отползать. Вот так. Надеюсь, Айру не видно. Ну, сейчас проверим. Если элитный воин меня попадет, то, конечно... Так, тяжело тебе, конечно, попадать. Ладно, ставлю на перехват. А кого ты видишь? Угу. Залегшего врага она видит? Попробуй. Умничка. Так, Боб, ты... А ты видишь этого же врага? Ну, давай попробуем. О, у тебя тоже есть стрельба. С отсечкой. Дмитрий. Тебе придется занять позицию вот там где-то элитный. Туда и смотри. Ой, извиняюсь. Она кажется совершенно в другом месте. Это была ошибка, конечно. А Гамос должен смотреть туда. Да, это я ошибся. Фух. Так, держим пальцы скрещенными, чтобы элитный воин еще раз нам кого-нибудь не подранил. Видите, я так и думал. Я хотел положить Айра всегда в предыдущих видео. Я вложил ее так, чтобы она крыла верхний сектор. Но этот раз я расслабился. Подумал, что они как бы краем глазу роют его. А нет. Из-за дерева вышел и сразу же меня наказал. Хотя 9 человек. Ох, молодец регуляр. Свой игрок в тежой команде так сильно подранил элитного бойца. Кстати, очень хорошо, что на враги нападают. Даже 9 человек. Как вы видите, после боя постоянно у меня получают звание ополченцы. А как я понял, тренировать не дороже. 750 тоже мне взяли. То есть просто я экономлю превращение зеленых в голубых. Они стоят во время боя более опытными бесплатно. А содержание по-любому дороже. Так, никто никого не видит. Как враги хорошо. Так, Барри, нет. С этой вещью ты ранишь ополченца или убьешь. А мы попытаемся спасти его. А вот со снайперской у тебя больше шансов. Ой, хорошо. Но все равно ополченец, наверное, не выживет, если не отступит. Можно было бы, конечно, Бобом дать команду отступать. Так, кстати, мне кажется, я... Нет, в принципе, вижу. Поэтому нет смысла. Так, пистолет-пулемет. Поэтому нет смысла пытаться встать, посмотреть, что там с элитником. Пусть он лучше отвлечется, к примеру, на ополчении. Ну, здесь уже и врагов осталось, в принципе, достаточно мало. Я убил, по-моему, трех из девяти. Это шесть. Так, в такие ополченец доигрался. Да. А вот и элитник. Так. Подождите, если поменяю оружие, придется его поднаводить. Сейчас тебе нужно наводить оружие? Нет, не нужно. В таком случае стреляй из дробовика. В надежде, что ты будешь более метко из него стрелять. Умничка. Хотя ранения не нанесла. Так, а Гамос уже не видит. Ладно, хоть меткость прокачала. Аэро. Так что подсказывайте мне решение. Точнее, не подсказывайте, а как вы думаете, такие битвы проводить все же в ручном режиме или делать автобой. Но, с другой стороны, пока битв не так уже много, то, наверное, в ручном, потому что получится, к примеру, эта часть была бы полностью посвящена хозяйственным действиям. А автобитва там этих 30 секунд не доставила бы вам удовольствия. То есть разбавлять все эти хозяйственные действия боями иногда стоит. Ох, сейчас нахватаются мои. А, подождите, я сейчас артобстрел вызову. Там, по-моему, между зданиями есть много места. Хотя бы одного задену, уже легче. Вот. Вот здесь. Попытаемся? Давайте. Так. Тем более, это элитный воин. Очень не хочется мне здания рушить, так как они будут забегать. Они так могут забегать. Ладно. Так, как только его нацелить. Этот артобстрел. Ну, вот так. Не попаду, так не попаду. Не страшно. Кстати, арт-налет перевод совершенно бессмысленный. Если стреляют из минометов ближайшие мои отряды, они никак не могут никакой налет делать. Я могу только делать артобстрел. Не удалось. Давайте еще раз. Да, всего лишь два врага там. Еще и все подсветились. Вообще интересный момент. Да, я вас внимательно слушаю. Ничем не могу помочь. Посмотрите, как хорошо заняли позицию враги. Я никого не вижу. А почему здесь не вижу? Подождите. Здесь вот снайпер может попытаться выстрелить. За пределами. Ну, давай. Из СВД один раз выстрелим. Совершенно бессмысленно. Что-то мне кажется, что мое ополчение справится без меня. Ну, вы ополченцы. Из угла вышел и сидит боком к врагу. Так, ты опять будешь стрелять, можно сказать, на Абум. Так и есть. Так, в следующий раз ополченцев надо будет с помощью Бобби. Ах ты ж гад! Никто не перехватил, никто не видит. Да уж. Зря ранений наполучал. А битва казалась такой легкой, потому что мало врагов и куча ополчения. Так, не бегите только так близко к врагам, потому что там будет сейчас арт-обстрел, как бы вы сами не отгребли от него. Так, что же делать с тем элитным, который за углом? Я вижу только один вариант. Всеми отползать и мой снайпер его словит на перехвате. Так как он за углом, получается, выбегает, стреляет, перехват его и прячется. Можно будет попытаться вставать, конечно. Да, никто не открылся. Так, пришел. Вот это бред. Вот это бред. Посмотрите, какой разлет своих же ополченцев накрыл. Врагов почти не задел. Боже, какие потери в деньгах. Ну ладно, что поделаешь. 75 монеток стоит каждый из этих ополченцев. Я говорю, ополченцы уже просто мешают. Ужас. Все отползают. Как бы это вами всеми так отползти, чтобы друг другу не мешали. Да. Хороший арт-налет, да? По-моему, одного тут элитного врага задели. Ну, конечно, пользоваться почти невозможно. Я первый раз вижу, что он настолько косой, этот арт-налет. То есть, вот огонь и весь три минометных выстрела попадает на таком расстоянии. Да. Да, название будет, конечно, бей своих, чтоб чужие боялись в видео. кстати, пришло ополчение помощников. Вон, я вижу, первый выскочил. Так что сейчас элитника завалит. Хотя он перед этим еще, конечно, гадостей наделает. Даже попал в ногу. Вот этот элитный раздает. А, то из окна, то из угла. Да, эти ополченцы это не помощь, это просто ну, хотя я сам виноват. Я поленился, нужно было потратить время бобом пойти и отойти назад, сказать всем ко мне, собрать их кучу, держать там, а отпускать уже, чтобы они набегали попозже. И все же не делиться на два здания своими солдатами. Нет смысла этого делать. Всем надо было на верхнем здании сидеть и крыть все эти возможности выбежать из-за угла. да, никто ничего не видит самое главное. Ладно, здесь ополченцы будут умирать толпами. Так, прибежали с нижнего сектора помощники подкрепления. Ну, хоть как-то попал. А вот, кстати, или кто это ходит сверху? Почему не стреляет? Так, я чувствую, он станет элитой. Ой, голубого цвета берет получит этот македонец. Так, никак не могу успокоиться этим артнолетом. Я своих убил больше, чем враги. Вообще, бессмысленная штука. Этот артнолет в ближнем бою. Вот кто-то такой. Ты разве не мой ополченец? Странно, так. и слазить в принципе мне здесь очень неудобно в любом месте. Потому что вот этот гад, ну в принципе он из окна наверное не видит. Давайте попробую. Я надеюсь, что он из окна не увидит. Ох, как он валит мне, ополченца, простреливая окна. Я уже и забыл, что там у меня лиска сидит. Кстати, да, она должна выйти и помочь разобраться с тем побитым элитным воином. Кстати, по сути, по зеленой точке это мой ополченец за спиной. наконец-то он стрелять начал и не попал. помощники. Посмотрите, прошел и не обратил внимания на засевшую элитную вражину. это вот я ее только ранил артобстрелом. Все остальные жертвы это мои и ополченцы. да, кстати, что-то я расслабился. Действительно, почему бы тебе не отползти и спокойненько не перевязаться. как и тебе. Хорошо. А ты у нас будешь пытаться подобраться кстати, посмотрите, как он далеко бегает. Здесь я врагов не вижу. Давайте попробуем. он кстати, может попытаться электрошокером элиту оглушить. Но хотя это очень опасно, потому что там стоит мой ополченец, который мне конечно всыпет, пытаясь добить его, стреляя с пистолета. Но хотя можно провернуть другой момент. Сейчас главное, чтобы его подранили и можно подбежать и не пытаться его там глушить еще чего-то такого. А попытаться сразу у него вырвать оружие из рук. Македонец раздает кстати. Даже интересно, конечно же, играл бы сейвом и переиграл бы этот обстрел. Что есть, то есть. Прямо как в реальной жизни. Вызывая огонь на себя. Или как там, дружественный огонь, да? Так. Очень не хочется попытаться таки взять тех красавцев. Ты еще и по ловкости пострадал. Это хуже. Придется на тебя тратить операции. Так, лечись. гамос. Ай-яй-яй. Ты без аптечки. Айра. В таком случае лечить ты. Заодно и прокачаешь медицину. лечить. Айра. Так. И что мне делать моим красавцам? Тут достаточно опасно. 40, 90, останется 30. Ну давай. У тебя есть пистолет. А, ты еще из этой вещи можешь выстрелить. Давай. Тем более, как видим, враг отвлекается. в мою сторону не смотрит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ополченец ничего не сделает. 57 урон. Я очень надеялся, что он хотя бы подранит этих врагов. Ой, я забыл про Лиску. Ей тоже можно же пытаться выбежать. Ну посмотрим. Сейчас начнут мои выглядывать из-за угла с разных сторон. Мне очень хочется посмотреть, что же там за оружие у этого элитного бойца Дейдраны. Да, сейчас Лиской нужно бежать туда. К театру боевых действий. Так, Лиска, как я про тебя забыл. Остыдно. Я же специально тебя сюда посадил ради этого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще двери нету. Надо оббегать. Ой, еще и подставился. Вот это я подставился. Посмотрите, не посмотрел, где дверь, она начала бегать и элитный гад меня видит. Ну, и можем попытаться ее спасти. Для этого так. Подбегаем к углу, а потом аккуратно выходим. Так. Ой-ой-ой, извиняюсь, какая-то не та клавиша. теперь нужно аккуратно выйти и подранить гадов. Кстати, что ты скажешь так, это нет, в таком случае я уже лучше перейду на пистолет. О, тем более у него да, подсветка вообще сводится за один клик. 46. 26 останется 20. Должен суметь за угол спрятаться. Хочу ранить этого. О, даже убить вообще прекрасно. Чтобы не добили того полченца, пусть он выживет. И... Ай-яй-яй-яй-яй, боком. Я думал, он задом спрячется. Все, получается, я ничего больше сделать не могу. Как бы мне элитник еще и не навалял за эту ошибку. Нет, он не отвлекается. Вы поняли, зачем я его хотел ранить. Чтобы у него не было желания и меньше было возможностей ранить мою лиску, которую я так не рассчитал, подставил. Так, ну и сейчас, мне кажется... Стоп, стоп, все, не стреляйте. Остановитесь, дайте мне выбежать и вырвать и попытаться оружие из рук. Хотя, у меня большое подозрение, что если он не оглушен, то это не получится. все, 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 дайте хоть одну попытку сделать по получению нового снаряжения. Боже, помоги. Я, кстати, очень рискую. Он может меня потом еще забрал. Забрал у него. Ничего из себя не представляет эта штука. Ну, на продажу, конечно, можно, а так, то никакого смысла. Ну, извини, давай будем с тобой прощаться. Так, это он в торт так слабо ранил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Только не в меня. Все. Победа. Даже что-то отобрали. Правда, ничего хорошего. Так, покажу вам сейчас, что выпало. А я вот не помню, нужно бегать мне, засвечивать или нет. Или во время боя мои ополченцы видят и все показывают. Наверное, да, да, вот, посмотрите, видно тут, хотя здесь не был. Ничего хорошего не выпало. Да, огромные потери, ранения. Бой, конечно, из-за артовстрела не идеальный. Но зато стали рядовые стали элитой. Так, что, все? Да они ничего вообще не стали. А, гранаты, кстати, две стали мини. Это неплохо. Ну, что ж, на этом будем закругляться. Спасибо всем, кто следит за моим видеопрохождением. Традиционно прошу, ставьте лайки, поддерживайте желание у меня продолжать играть в эту игру. Расслабляться здесь нельзя, как вы видите, кстати. Почему драссен лояльно 99? Кого-то я... А, понятно, я своих же собственных ополченцев накрыл артобстрелом, и им упала лояльность. На чем я остановился? Лайки я попросил. А, ну, как всегда, подсказывайте, советуйте, высказывайтесь. Ну, и буду с вами прощаться. Всего вам хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok